итак следующий урок у нас лотос до лотос у нас вот идет пускай центр у нас да мы будем рисовать лепесточки у лотоса как чашечки да то есть мы идем вот так вот да потом немножечко загибаем и вот у нас лепесточек то есть если вот так вот посмотреть да вот чашечка да вот ручку представили да но у нас немножко она будет вот по вытянуть и скажем так вот у лепесточка у лотоса именно вот такие вот лепесточки немножечко мы покажем ореховый плод внутри этого лотоса и также окружим его вот этими его лепесточками вот они у нас будут вот так идти то есть с одной стороны мы рисуем лепесточек другой лепесточек такие вот у нас будут здесь сделаем боковой лепесточек тоже все как чашечки такие здесь здесь покажем вот такой просто вот у нас на нас смотрит поэтому мы никаких там изгибов не будем делать здесь сюда также собственно вот вот все подкорректируем собственно весь лотос на ножке нарисовать мы будем на двух ногтях то есть это у нас на одном ногте и рядышком у нас будет 2 но когда на втором ногте мы нарисуем бутончик такой вот конусовидный можно сказать на нем вот такие вот будут листики они будут закрыты и мы их так сказать наброском сделаем да может даже здесь где-то сделаем вот такой вот как будто уже открываться начал можно сюда даже как это лепесточек пристроить здесь можно даже лепесточек пристроить и вот сам вот этот уже от который отцвел ореховый плод сухой такой сделаем даже не совсем сухой такой зелененький у нас будет который уже начал лепестки сбросил и все и вот он остался да здесь мы еще покажем у нашего лотоса зелень это такой вот будет как сказать листик такой волнистый внутри немножко покажем захоти можем сюда сделать продолжить да как то вот так вот эту всю композицию что-то примерно такое да наша вся композиция будет выглядеть примерно так ну то может какие-то травинки добавим фон приступим типс я покрываю белым гель-лаком не не обязательно покрывать прям чтобы там да не было каких-то проплешина просто наша задача ровненько покрыть белым гель-лаком все никаких сложностей даже если где-то белый гель-лак у вас пляшевит ничего страшного потому что мы все равно на нем будем рисовать нам главное создать белый фон просушиваем дальше я беру розовый розовый чуть-чуть голубого можно взять вообще нежно-сиреневый какой-нибудь да или вот что-то такое нежненькое почему не серый никакой да то есть чтобы у нас не было грязи потому что сейчас мы будем рисовать очертания нашего лотоса и так как он у нас будет такой белорозовый чтобы нас грязи лишней не было пусть лучше будет такой вот сиреневый цвет будет наша точечка которую я нарисовала на бумажке и вот у нас вот пошла наша чашечка я немножечко поярче буду рисовать что приближу чтобы вам на камере было видно вы можете понижнее рисовать вот мы один лепесточек нарисовали вот мы делаем этот ореховый плод такой овал и соединяем также в центр дальше опять делаем вот такую как чашечку и все в центр здесь мы делаем вот три лепесточка можете 4 сделать вы их не делайте такие прям совсем вот прям забором одинаково можно туда маленький какой-то сделать так вниз тоже делаем вот опять чашечку нашу здесь боковой можем показать еще тоже чашечку вот этот на нас смотрит поэтому пусть на нас так и смотрит никакой там дальше чашечки не будет просто такой лепесточек вот опять боковые и вот здесь еще сделаем боковой и чуть-чуть покажем что тоже он как чашечка вот собственно лотос один готов стебель очка нарисуем дальше вот мы показываем наши лепесточки листочки этому немножко потом откорректируем нам главное подмалевок сделать так нежненько но видно так и делаем дайте немножко синего чуть-чуть под добавлю еще поярче чтобы на камере было видно вот наш делаем вот этот у нас а видный бутон видно все вот ножка пошла тут можно можете сразу не делать можете сделать такие вот показать что там лепесточки у нас можем даже показать что один у нас уже вот начал раскрываться здесь какие-то листики уже начали от него подходить начинается раскрытие бутона и вот здесь покажем вот этот ореховый плод который уже все листья сбросил вот он уже отцвел здесь тоже покажем листик можем вообще туда увести обязательно покажем еще вот что он такой она знаете как за тоже загнулся немножечко изгиб ну все здесь мы добавим каких-нибудь травинок все отправляем сушиться так теперь мы начинаем делать фон фон у нас будет и водичка там будет и зелень сзади болото да то есть мы берем такой зелененький можете взять можно взять вот такой травянистый зеленый так что у нас еще можем вот такой желтенький взять можем еще вот такой лимонный взять кислотный желтый мой любименький так дальше вот синенький обычный синий цвет так ну что еще такой можно взять не обязательно в принципе пусть будет так все вот такие цвета примерно какие у вас есть если у вас болотно-зеленого нет вот опять же повторяюсь да берем синий у этот черный с желтым намешиваем будет болотно-зеленый и так я возьму зелененький желтенький давайте мы знаете как сделаем сейчас мы определимся где у нас вот здесь у нас будет такой скажем горизонт соответственно внизу мы рисуем такое вот побольше кисточку возьму рублев номер четыре у меня и начинаем делать такой вот как сказать нашу водичку болотную можете прям стебельки если что попались ничего страшного главное не заезжайте на наши лепесточки то есть мы их можем должны знать как этом зеленому так мы их обведем вот можете побольше даже обвести чтобы мы эти лепесточки уже не задели листик наш тоже обведем тут такой прям вообще уже минимализм точнее даже не минимализма все такое как сказать ювелирная то есть мы берем то большую кисточку то маленькую кисточку и все вот вот эту нашу водичку мы растушевываем по горизонтали также как мы до этого делали такие как сказать на воде небольшие изменения такие шевелится у нас вода где-то зелененькая где-то голубенькая так здесь тоже самое также нужно обвести наш листик так на чтоб можно на него не заходили даже если зайдете ничего страшного конечно все равно лучше не заходить вот такой синенький еще какой-то тут у меня вот непонятный цвет даже можно чуть-чуть желтенького взять но все равно синим станет зелененький все так примерно показали нашу водичку вот особо не вдавайтесь как бы да там вот ну главное главное вот самое главное правило да это горизонтальные линии никаких там вертикальных линий да вот мы притаптываем растушевываем и не заходить на наши вот белые подмалевки вот эти вот это самая основная задача даже я вот так вот сделала да потом вот так сделала сможем даже чуть нету зеленый потом еще к этому всему вернемся нашему делу здесь даже можно нечеткий горизонт и немножко вот так подразмыть потому что у нас на заднем плане так ну и на заднем плане у нас получается здесь будет зелень поэтому зелень солнышко поэтому тоже можем так зеленому ввести чтобы не заехать туда куда не надо вот так же лотос наш мы будем я сразу на двух типсах рисую чтобы общую картину не потерять потом можно будет отдельно рисовать но в общем лучше лучше сразу на 2 года вот просто потому что мы вот так вот ножа композиция до 1 раз здесь зеленый значит здесь зеленый потом вот мы сюда решили желтого добавить начать это желтого немножко добавим дальше уже как хотите можете чуть-чуть синенького добавить можете зелененького здесь уже можно как хотите то есть как бы не обязательно соблюдать вот это вот так сказать как вот на воде дома получается только горизонтальные линии рисовали здесь можно вот так вот как мы на цветах рисовали такие притаптывающими движения можно даже где-то оставить белый блик такой только вот единственное что мы цветочек вот обвели тоже вот эти линии зеленый прям так не оставляйте тоже их куда-то увидите потопчитесь по ним пока ничего еще у нас не просушена поэтому можно вот все это растушевать это же где-то вот так вот оставлю даже вот такого желтого немножко сюда добавлю задний план там у нас могут быть и цветы на заднем плане да и какая-то листва можно чуть-чуть еще зеленую что прям так чуть-чуть углубить где-то какие-то тени можно даже знаете вот так чуть-чуть розового взяли вот как будто там тоже что-то где-то еще пусть будет чем живописнее тем интереснее ну все здесь можно еще немножко чуть-чуть растушевать так что четко там у нас границы не будет так ну в общем вот все подмалевок готов готов лотос наш видно бутоны видно где будут у нас листики тоже все просушиваем так но сейчас мы будем начинать нагонять наши тени и примерно пока заделать какие лепесточки все все это дело разделять отделять друг от дружки так берем вот у меня такой ярко-малиновый какой-то розово сиреневый еще возьму ярко-ярко-розовый вот сейчас можете взять такие если у вас есть плотные цвета прям ярко-розовый ярко вот малиновый самые самые яркие и начинаем кисточку и постоянно вытираю салфеточку да и вот это все намешаем нашу пучку и начинаем да вот у нас так давайте знаете как мы сперва наш бутончик вот этот желтый зеленый сразу же раскрасим вот он здесь да вот чтоб его нам потом пока сделаем желтым там потом посмотрим что на там зелененького добавим тычинок добавим все вот мы его примерно сделали теперь мы побед по верху наших вот лепесточков делаем вот так вот розовеньким проходимся потому что лотос у нас получается все вот это вот розовенькая все это в основном наверху вот можем даже немножечко потом сразу же растушевывать к желтому не приближайтесь то что мы пока его не просушили просто сейчас покажем где у нас кончики у цветочков немножко даже вот наши вот эти голубые линии которые голубо-сиреневые до которые мы рисовали можете даже их сразу же немножко подобвести но к центру пока не приближайтесь вот так у нас только кончики потом кисточку вытираем и сухой кисточкой немножечко все подтаскиваем вниз точнее даже не вниз а просто к центру аккуратненько кончиком все подтаскиваем так теперь переходим на наш бутончик это же все на кончиках вот где вот рисовали вы вот эти вот на то есть мы их собственно еще проходимся совсем приблизила можно здесь слегонца чуть-чуть до конца можете не доводить там они кого нас как будто еще не созрели не порозовели нагоним если надо будет и также притаптываем все окно пока просушил так теперь мы будем делать тени у меня вот есть такая гель краска она такая тоже очень плотненькая это гель-лаки да вот они вот пожиже а это именно гель краска прям ярко-розово с вас гель-краска есть да и я чуть-чуть прям капельку с такой вот сине-сиреневого сюда добавим наш вот этот цвет прям чуть-чуть прям чуть-чуть чтобы она даже больше розового все равно осталось но немножечко вот этого как сказать сиреневого мы добавим потому что мы будем рисовать тени на наших цветочках начинаем наши тени да но тени у нас естественно внизу поэтому мы снизу все и начинаем тут вот вводить вот я думаю мы наверное здесь еще добавим потом зеленый такой лепесточек один сюда будет так поживее будет смотреться тень делаем внизу и немножечко все это дело растушевываем сразу же провели линию и притоптали кому только с бутончиками работаем немножечко прям знаете как вот по точечке вот так поставили прям по точечке давайте он вверх тоже сразу сделано вот точечки такие да и вот эти точечки прям чуть-чуть растушевываем да то есть у нас равно белый промежуток здесь должен остаться есть уже прямо чуть 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 можно сказать что в принципе даже мы никуда не растаскиваем мы просто эту точечку да вот как сказать вот так вот тык 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 вот как елочку треугольничек может сказать растащили просто так выделили кончики здесь тоже все главное чтоб остались белые вот эти промежутки все у нас этот готов так дальше мы идем можно можете отправить просушиться чтобы не мешалось да мы пока посушим дальше мы начинаем на лотос переходить вот у нас под лотосом здесь правильно тень будет здесь будет тень здесь будет тень здесь у нас самый светлый участок но все равно на кончике мы покажем вот это вот то что он такой розовый вот здесь у нас тень тут под каждым лепесточка мы проводим по такой линии здесь мы также вот точечки поставим тоже их под выделим ну вот здесь у нас будет немножечко тоже тени пути равно сведем это все сюда свет у нас сверху падает берем прозрачный топ с липким слоем мы будем и мыть кисточку и одновременно немножечко как бы да вот вот сейчас я кисточку вообще практически насухо вытерла да и опять также треугольнички вот эти все под растянуло как мы сейчас на бутончики делали здесь мы как бы параллельно проходим до вниз здесь тоже вниз тут тоже вниз просто как бы можно сказать параллельненько до чтобы такие линии тоже не были мы их немножечко подскладим чуть-чуть вот собственно можем здесь даже вот его порозовее сделать то есть внутри у нас как бы беленько снаружи у нас больше розовенького идет но здесь сюда так ну и вот наш центр 6 это покажем тень здесь у нас по идее вообще вот можно даже сиреневого чуть-чуть на так добавить прям капельку чуть-чуть что сам у нас будет темный участок здесь немножечко притопчем и покажем этот темный участок уже нужно на сюда сдвинуть не сильно сюда были так повернуты так можем вот этим нашим сиренево-розовым здесь тень показать чуть-чуть совсем чуть-чуть так тоже оставляйте между розовым и вот этим нашим сиреневым белое потому что у нас она белая розовая также притаптываем аккуратненько аккуратненько все тень показали кончики показали просушиваем так ну давайте теперь здесь что мы сделаем ну мы начнем лепесточки рисовать до наши листики просто берем вот зелененький может чуть-чуть желтенького раскрасили здесь тоже раскрашиваем он у нас будет темненький снутри но мы так пока его сделаем здесь можете оставить такую беленькую каемочку такую тоненькую чтобы он самим не потеряться здесь тоже раскрашиваем зеленым можете тоже себе ставить маленькую такую каемочку там это темная так здесь листики у нас наши вот сюда хотела листик сделать и сюда листик сейчас беру темненького чуть-чуть так снизу сразу сделаю теневые участки можно сказать пока по сырому да так теперь мы ничего еще не сушили вот где у нас вот это наша беленькая до сюда проходимся и растаскиваем это на лепесточек дальнего плана не переднего плана здесь также мы проводим и стаскиваем все вниз вот сюда вот просушиваем так ну вот наш лотос давайте здесь теперь тоже сделаем наши такие вот можно побольше сделать листик наш переднего плана на просто зеленым делаем таким ярким красивым зеленым рядышком провожу еще такой зеленый то у нас лепесточек который загнулся на также как мы сейчас делали на другой типсе и рядышком вот так вот я прохожусь а этим зеленым и растаскиваю его на вот лепесточек дальнего плана так так давайте сразу здесь у нас покажем наш вот этот плод лотоса такой зелено-желтый когда цветет он желтый даже цветает он зеленый когда совсем отцвел он уже такой коричневый страшный мне наверное даже смотреть на него неприятно если честно какие-то пупырки точки и здесь мы тоже такие же покажем что-то не там формируется так просушиваем так ну сейчас мы начинаем уже нагонять тени давайте еще наверное фон сразу же сделаем по синей вот тут она вот он какой-то совсем такой скучный 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 даже сказал так у нас тут стеклетчик я его уже замусолила но ничего мы его отправим знаете зеленого здесь добавим отлучат совсем прям какое-то все это чуть-чуть можем желтого добавить . чуть побольше возьму для синенького чуть побольше сейчас мы нашел кипсу соседнюю чтобы даже подсохла чтоб нам понимать как мы фон делаем связь сюда синий добавила то что тоже немножко мы сделаем берем сухой кисточкой можно даже так притоптать это все залезли если куда-то убрали тут же сухой кисточкой ничего страшного хочется почему-то здесь вот этот именно уголочек вот этот фон сделать вот именно потемнее здесь тоже потемнее села здесь уже центр практически и пес . потеряла мышц мышц их нагоним чтобы совсем не потерять так ну здесь тоже сделаем а мы кстати вот сейчас вот как раз чем мы сделаем тут пройдемся под лепесточками чуть-чуть как бы тенюшку покажем лотоса не сильно да вот чуть-чуть мы просто обведем он у нас вообще в воздухе поэтому в принципе то что там что-то где-то белое даже может быть там до воздух какой-то это нормально у нас этот когда этого мы рисовали до кувшинку она у нас была на цветочке а это у нас в воздухе висит поэтому собственно не обязательно одни там тень просто так сказать оторвать от фона чуть-чуть зеленого добавим сюда ну все просушиваем и начинаем давайте на лепесточки нагонять тени сейчас я беру черный замешиваю наш болотно-зеленый здесь мы покажем самый темный участок и вот эту черно-зеленую линию мы растушуем аккуратненько аккуратненько кисточкой здесь мы можем показать даже такие прожил очки вот этим нашим темным цветом их потом немножко приглушим тут пока пусть вот так будут опять же этим черно-зеленым вот здесь вот так сделаем на нашем плоде плоде как правильно у нас так чем еще возьмем возьмем белый сразу сейчас замешаем этот зелененький наш обычный болотный этот зеленый цвет да и давайте сразу стебельки сделаем чтоб мы уже их вообще окончательно не потеряли так давайте вот этим зелененьким здесь еще покажем тени пусть пока ножка будет беленькая мы потом тоже подводили можно сразу еще чуть-чуть черного черно-зеленого не чисто черного черно-зеленого так так здесь то же самое хотите можете соседний тип сразу же отправить его в печку сушиться но так удобнее мне кажется срисовывать две типсы держишь как раз чтобы цвет соответствовал так и тоже можем вот показать вот какие-то там на листике можно даже вот так как будто он тут как сказать отсюда порвался здесь может быть какой-то такой надрыв-разрыв у листика сейчас у меня такие ярко выраженные мы их немножко еще по ним пройдусь по прожил очкам есть да у нас так это нет такого контраста тоже сюда добавим добавим волосину судя по всему брали так это же у нас вот тут наш лотос воздухе висит стебелечек добавим так сразу видно как мы цвета наносим и они вот начинают впитываться можно сказать гель-лак дайка будто цвет немножко под уходит можно сразу же на этом этапе еще что-то под нагнать и вот эти наши сделаем штучки это дырочки так все управляем сушиться дальше давайте еще черного добавим еще потому что потом когда топом перекроем все это конечно у нас дело съестся вот и здесь сразу же мы немножечко бедем наш лепесточек можем даже здесь лепесточек дальнего плана точнее дальнего плана нас переднего плана ну как бы заднего черненьким ввести и тут же можно сказать синеньким вот так вот разгладить и вот чтоб не было как будто мы его ввели да опять же вот этими вот горизонтальными линиями чуть-чуть увести так может как потоптаться давайте сейчас черно-зеленый я вот сюда добавляю в наш синий тоже мы под выделим наш вот плод чтобы он тоже не был таким вот видите такой черный пошел здесь да это черное немножко тоже растушевываю там его так немножко на передний план выводим чтобы его видно было что там не был такой сказать смазанной не то что мы прям синим вводим мы можем сюда и зеленый добавить но нам нужно оставить под ним такой темный участочек она совсем не слился с фоном можно даже по нему сейчас уже зеленым пройтись белый у нас подсох и мы как раз стебелек уже делаем зеленый лотоса здесь также под лотосом тоже мы добавим такое чуть потемнее этот черно-черно-зелено-синий наш цвет чтоб он нас тоже не особо висел в воздухе также можно в салатовый макнуть ничего страшненького и все это растушевываю здесь можно даже знаете вот так вот сделать как будто там вот какие-то траве и ночки то есть там такого четкого горизонта не надо делать у нас там болото поэтому там берег может быть непонятно какой и кувшинки и травинки все что угодно ну что у нас одинаково было вот так сюда зелененького покидаем да так давайте сразу еще тоже пока не просушили здесь черно-зеленый я взяла его сюда добавим и также под растушу им можно даже зеленого сюда добавить еще здесь он такой плеклый все равно здесь должна какая-то тень быть да то есть мы чуть-чуть что сюда что сюда мы добавим тени но не до конца то есть мы ее до конца эту тень не доводим также притаптывающими движениями ее можно даже здесь потемнейшую сделать все равно он как бы под ним тень идет собственная тень в лепесточка так вот просушиваем так теперь наши лотосы вот здесь мы еще тень углубим чуть-чуть потому что там все таки самый темный участочек идет так и теперь можем взять наш сиреневый такой темно-темно сиреневый вот этот вот с розовым который с гель-краской у нас да и чуть-чуть вот все таки по верху да вот показать какие-то вот уже прожил очки мы немножко подводим да не сильно даже где-то можете с одной стороны просто показать и вниз какую-то линию да то есть вот так и вниз прям не так четко прям можно наверху так покажем еще можно немножко сиреневым прям точки здесь поставить да и тоже немножко так растушевать это самый темный участок на бутончики но опять же белый не перекрывайте ставьте его в покое можно даже сюда чуть-чуть такой желтенький добавить потому что они еще когда такие не совсем созревшие лепестки немножко там желтенькая такой есть желто-зелененькая на нужно зелененького даже добавить все этот розовый с желтым так хорошее сочетание такое получается красивые так дальше лепесточки на у нас тоже здесь темненькие такие здесь тоже зеленого чуть-чуть добавлю сейчас я беру такой этот наш черно-зеленый и вот эти лепесточки я как раз показываю нашим черно-зеленым теневые участки на лепесточках так здесь лепесточек тоже сверху темные потому что от цветочка идет тень от бутончика сюда мы не продолжим здесь тоже от бутончика идет тень тоже и сюда продолжим так сейчас я взяла чистый черный да я вот здесь вот прям покажу вот эту вот такую вот как сказать отделим вверх площадку нашу с этими точечками низа даже можем тут немножко черненьким и сюда пройтись так вот и вот по этим кружочком так чуть-чуть точнее по кружочку и по кружочкам прям чуть-чуть сказать вот эти наши что там какие-то углубления дырочки просто тоже . какой-то черную тыкнуть там их много так можем даже здесь черненьким чуть-чуть прям лучше сразу все это сделать и почему-то мне кажется что отсюда бы еще лепесточек вот добавила какая-то вот прям пустота вот здесь я добавила вот этот нашу черную зеленую все все в куче вот он так как-то по гармоничнее смотрится так и можно сразу сюда еще тоже тени добавить потому что хоть на переднем плане на него свет падает задний у нас получается темный но тем не менее у него тоже есть своя тень мы здесь покажем чтобы по нескольку раз не сушить можно сразу через камеру смотрите дачу где не хватает и добавляете здесь мы такие прям явные такие бороздки получились а да вот и пока нагоняла да я их вот сила кисточкой рублев и притоптала все так можем еще сразу же сразу же показать здесь какие-то такие вот кляксики наши как будто там вот кустики возможно какие-то чем за задний фон будет интереснее тем вообще смотреть будет интерес может даже вот уже сюда даже синего чуть-чуть добавить как будто там найти уже кусочек неба даже видно то есть как может он даже . это налетела на наше болото то есть примут сверху и снизу есть тоже когда травинки какие-то щенки есть тоже так же сделаем здесь тоже тень нагоним и сейчас будем уже то делают наши лотос и просушиваем так теперь у лотоса покажем самые темные участки то есть берем вот этот мой темно-сиреневый прям темно-сиреневый разверну чтобы было видно и вот сюда вот под лепестками с розовым насыщенным так как у нас он белый сильно никуда не растаскивайте что вот этот белоснежность не потерять нашу но все равно растащить надо тени показать надо вот и мы показываем тени здесь у нас тень здесь тень тоже тень у нас снизу но у нас все равно есть есть под этим лепесточком тоже даже сюда сиреневого добавить так топом начинаем немножко все это размывать к центру сильно не растаскивайте аккуратненько не торопясь никто не за кем не гонится все плавненько давайте все таки чуть-чуть тоже сделаю еще и как бы провела линию и и по ней же сразу же топом прошлась с липким слоем который у меня сильно вот опять же не растаскиваю я прям постоянно кисточку утирая как только у меня краска ползет я сразу же начинаю это все дело натирать так давайте знаете что сейчас пока еще сразу за раз мы сделаем мы еще сделаем по лепесточку здесь пройдемся какие-то покажем такие до линии здесь тоже у нас рваные края какие-то да то есть можно сразу показать какие-то потолще какие-то потоньше здесь тоже такое углубление так натуральнее он смотрится до можем даже ножку немножко так кстати у нас вот этот уже как-то упал куда-то непонятно лучше с фоном соединим сразу же чуть-чуть это такой прямом совсем лучше ничего я еще не сушу я просто уделю и черным прошлась показала лепесточек который у нас чуть подальше его немножко соединяя с фоном я тоже так фон все под растащили так сказать чтобы у нас по выразительнее был ножку нашу поправим чуть-чуть так сердцевинку давайте вот нашу все таки да мы тут уже дому чем ее черненьким я беру и прохожусь по ней вот по этим штучкам тут чуть-чуть вот показываю сказать что там какие-то дырочки углубления так и сейчас мы у лотуса начинаем да вот покажем вот эти вот там есть какие-то такие прожил прожил очки туда мы их покажем что они там есть здесь там внутри идут так даже там что-то там какой-то еще есть лепесточек и про эти тем темным вот этим вот бордовым я прям им собственно здесь немножко вперед вылез я его под уберу что там тоже какие-то еще не раскрывшиеся на заднем плане остались цветочки так вот чтобы нам чашечку эту нашу показать вот мы здесь немножко пройдемся вот найдет и у нас от этих лепесточков на эти лепесточки падает все равно тень поэтому нам надо все равно чуть-чуть вот сюда вот этой тени показать также здесь тоже тень все равно есть просто все это аккуратненько белые какие-то эти проплешинки оставьте ну здесь можно розово добавишь совсем сиреневая не было вот собственно наш лотос так можно еще немножечко вот тут что мечет такого вот сделать этот фон поживее сюда его тоже растащим как бы скажем опять соединить это все дело воедино здесь возьмем такой непонятный цвет у меня тут мы сюда сделаем ну все собственно говоря сейчас мы еще а стрекозу мы еще не нарисовали так так стрекозу добавляем до берем белый зеленый и делаем такие два глазки две глазки вот тоже поделение можно взять ее по сути это палочка и две точечки вся стрекоза потом берем белый в топ с липким слоем да и сразу же не отходя от кассы делаем таких два лепесточка он таки прозрачно белый должен быть можно в принципе сразу же немножко на пузике у нее показать пока не просохла тень до взять черный я прям чисто черный взяла и по мокрому до провела две глазки у нее такие как спинка то на у нас тут лапками своими как-то пытается зацепиться держится так просушим ее так можно взять немножко черно-сиреневого прям совсем чуть-чуть и вот просто пройтись как бы да по некоторым участкам сделать чуть повыразительнее лотос чуть-чуть вот можно сказать даже по кончикам и самым темным участкам потому что топом мы перекроем и вот эти все наши какие-то вот нюансы могут уйти чтобы у нас она выразительность осталось мы можем ее сейчас еще подогнать пока не поздно вот скажем так прям чуть-чуть прям чуть-чуть вообще если если боитесь можете ничего не делать в принципе будет и так красиво просто пока есть такая возможность можно немножко еще так сказать нагнать тень до топа мы это сделаем все заднего плана и даже их не трогаю можем даже чуть-чуть желтенького где-то да вот так мазюкнуть вот такой у нас волшебный лотос прям чуть-чуть все просушиваем так вот у нас стрекоза да то есть мы сейчас еще чуть-чуть белого на крылышки добавим вот так чтобы тоже крылышки у нас не висели в воздухе всем на как-то как будто так развернулась не так получилось на нас смотрит прям и также можно пока по сырому немножко сразу черного рядышком параллельные такие сделать так сказать тень показать крылышках ножка там такие палки получили сейчас вот еще белого сверху чуть-чуть глазки тут чуть-чуть топом потом все это съестся это такая хитрая стрекоза у меня получилось что-то она там задумала так теперь мы берем белый стопом смешиваем и по лепесточкам вот там где свет у нас да можно сказать мы по ним пройдемся воздуха можно сказать показать чуть-чуть тут свет воздух все в куче можно даже взять вот этим нашим белым на вот игру воздух показать сверху чуть потоптаться до какие-то это на воду чуть-чуть вот водичка шевелится даже на листик чуть-чуть так кинуть можно этим же белым вот здесь чуть-чуть так пройтись даже может чуть-чуть желтенького добавить свет свету накидать так интересно смотрится здесь желтенький кинуть тут всего просушиваем так там и прошлись а здесь не прошлись здесь мы тоже пройдемся яркость покажем здесь с внешней стороны тут у нас внутренняя сторона даже еще чуть-чуть и чернее сделать палочку наша прорисовать это же воздух такой вот показать со стрекозой рядом туда сюда стрекоза по сути это так там заднего плана поэтому ее можно вообще на ней внимание концентрировать снаят на все-таки белого добавила потому что топом закроем и крылья могут совсем пропасть так мы их сделаем даже можно по стрекозе чуть-чуть глазки еще чуть-чуть там где-нибудь такая и серьезная какая-то это хитро еще серьезно так все сушим так ну и последний наверное уже этап все-таки нарисуем вот эти прожилочки здесь внутри лотоса идут особенно на этих переднего плана лепесточках так здесь идут и мы здесь и нарисуем все сюда можно добавить так ну все просушиваем и будем сейчас покрывать топом и обводить так ну вот покрываем топом и топ сейчас у нас все наши моменты все сглаживает вот получается такая картинка слушаем так ну вот наш заключительный этап берем белый гель-лак и сейчас самое главное тоненько-тоненько показать нам что-то даже давайте смотрите белый гель-лак я немножко в желтый ну прям чуть-чуть на желто-зеленый и вот то что нам переднего плана хочется показать да так покажем что он у нас лепесточек на переднем плане вот здесь какие-то мы покажем не сильно вот буквально чуть-чуть это знаете так живость передать вот у нас тоже как бы идет переднего плана поэтому мы не сильно тут будем буквально тоненько чуть-чуть можно стебелек даже чуть-чуть прорисовать вот он у нас идет бутончик заднего плана поэтому его особо трогать не будем дальше также здесь у нас покажем какие-то такие световые решения так теперь вот уже чисто белым мы прорисуем наш лотос у нас идет вот лепесточек мы сюда как он ушел вот он чего этими чашечками покажем вот чашу чашечку так вот так лепестки заднего плана это уже трогать даже не буду нам главное передний план показать такую живость тоненько-тоненько даже до конца туда в центру можно не доводить здесь так немножко покажу какие-то прожилки как будто можно здесь чуть-чуть подчеркнуть что-то там живое каких-то тычинок добавить здесь мне кажется такой толстоватый немножко уберем это белое подвинем даже краю ладно заднего плана ну вот добавлю вот чуть-чуть каких-то даже невыразительности наверное такого живости стрекозу вообще не трогаем так ну все хорошо все просушиваем и наш дизайн готов молотов 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 молотов